Вы Феррари с тремя колесами? О чем я говорю? В сегодняшнем видео я расскажу, как можно использовать стиль для увеличения силы. Что ж, сегодня я покажу вам интервью с экспертом Джейсон Кэпитал. В этом интервью мы обсудим трехколесный Феррари, о первостепенной помощи, когда речь заходит о стиле, и о том, как покупать меньше, но лучше. Начинаем. Давайте поговорим о том, что ты сказал в самом конце. О том, когда мужчина пользуется уважением просто из-за того, как он выглядит. Перед тем, как сказать, как они это делают, почему это так важно для тебя? Знаешь, многие просто все портят в этот момент. Я получил свою модную грамоту МБА Техасского университета, и я помню, как я встретился со своим другом Джин. Он эмигрант из Китая, очень умный. Когда я увидел, как он устраивался на работу в Apple, его обувь была просто никакая, его костюм был ему не по размеру, я почувствовал себя плохо, но не сказал ему ни слова. Он не получил эту работу. Просто ничего не вышло из этого. Я задумался, что, боже, такие ребята по всему миру, которые вложили под 200 тысяч долларов в образование, у них по 20 лет опыта. Они как Феррари. Спорткары, которые ездят по дороге, и у них не хватает колеса. И это колесо – это самопрезентация, их стиль и образ. Навыки общения. Они едут 20 километров в час, и если им поставить четвертое колесо, то они смогут разогнаться с 20 до сотни за секунды. Вот это увеличитель силы. И я люблю этот процесс. Мы с тобой работаем с мужчинами, и когда их обучаешь навыку смелости заговорить с человеком, с которым они хотят уже давно заговорить, может это женщина, или подойти к боссу, обсудить повышение, это меняет их жизнь. Вот что меня вдохновляет. Когда парень начинает лучше одеваться, его жизнь меняется к лучшему. Представь себе парня, он пробует начать свой онлайн-бизнес, или у него обычная работа, и он хочет расти по карьерной лестнице. На что ему надо обратить внимание в первую очередь? На какие три вещи? Как ему провести аудит своей личности перед тем, как начать что-либо менять? Первая вещь – он должен чувствовать себя комфортно и воспользоваться первой помощью. Он должен поверить в то, что ему поможет, и задать себе вопрос «почему?». У него должна быть причина, для чего ему надо это делать. Я одеваюсь стильно, потому что я люблю одежду, потому что я представляю себя, свою семью, свой бизнес. На этом мероприятии, на конференции, все нарядные. Я знаю, что я представляю свою компанию, и я не хочу подставить ничьи ожидания, когда я пожимаю руки и рассказываю о своем канале. Я хочу, чтобы реакция была соответствующая. О да, я могу это видеть по тебе. Это то, что надо, в отличие от… О да, знаешь, ты не выглядишь подходящий на эту роль. Так что не подводи ожидания. И ты делаешь это, и у тебя достаточно смелости для этого. Ежедневно отдавать отчет, для чего ты все это делаешь. Понимать свое «зачем?», свою цель. Это первая задача. Потому что если парень голодный, он решит вопрос. Он купит ее или приготовит. Но если он не голоден, то он не будет ничего с этим делать. Боль недостаточно сильная, чтобы он с ней что-то делал. И что делать, если ему надо купить пару туфель? Ему хватит одной пары. Я думаю, ты хочешь сказать, если у него не так много денег, ты в эту сторону клонишь, да? Да, скажем, у него нет зарплаты в шесть цифр, да. Надо взглянуть на историю. Скажем, 200 лет назад, как было, 20% бюджета было направлено на одежду. Практически вся одежда делалась вручную. Это были большие инвестиции. Я бы сказал, имей меньше, но лучше. И хватит покупать одноразовую одежду. Хватит тратить деньги на еще один большой телевизор. Реально, посмотри на что ты тратишь свои деньги. Собери небольшой бюджет и сделай то, что надо. Инвестируй в себя. Я убежден, что мужчина должен хорошо питаться и заниматься спортом. Но если ты это уже делаешь, то почему ты не упокоишь свое тело в приличный костюм? Это как броня. Подумайте о том, как рыцари тратили целое состояние на доспехи. Это было практически единственное, что они имели. Особенно, если они не были при дворе и не были слишком богаты. Все было в их доспехах. Все их деньги. Почему же тебе не инвестировать деньги в свои доспехи?